Привет, ребята! Я вышла по нашему району и немножечко вам покажу дома, которые здесь есть. Будь здоров, всегда, когда солнце у нас чихает. Вот, покажу немного частных домов и квартир, которые вот здесь продаются. Кому интересно, оставайтесь. Вот эта небольшая вина издается. В принципе, симпотная и не на проезжей части. Вот тротуары широкие. Здесь можно с колясочкой пройти, а сейчас наткнуться на тротуары, где невозможно. То есть здесь на улице могут быть и хорошие тротуары, в то же время засаженные кустами деревьями где-то не пройдешь. Ну, видите, хотя здесь нормальный тротуар, ну, решили попроезжать. Или вы резко можете наткнуться вот на стройку, здесь это очень часто. А здесь, кстати, пальмы. Я имела ввиду, что посреди тротуара могут быть такие большие пустыни, либо пальмы, и в итоге у вас коляски здесь не пройдешь. Вот эта французская школа, она, кстати, выглядит нормально, но большинство арабских школ, если честно, для меня выглядит как тюрьма. Они не яркие, просто бетонные какие-то коробки, еще бывает иногда на окнах решетки и все-таки высоким забором, все. Ни цветов, ни росписи редко увижу. Везде в Амане построены вот такие белые дома, многоэтажечки. Есть, конечно, выше, но в основном они не строят выше 5-6 этажов жилых. Смотрите, наша рябина, но только в виде куста. Возможно, есть такое? Не знаю, но это очень прикольно. Ну вот, по тротуару идти. Вот как можно с коляской здесь? Вот так вот. Никак. Ладно, еще пешком. А еще арабы очень часто садят жасмин. Как же он пахнет. А вечером просто, когда идешь в свежий воздух, и запах жасмина. Я знаю, некоторые люди не любят, но... Я тоже не фанатка, но этот запах просто шикарный. Вообще, Ярдания вся строится. Везде стройки, на каждой улице практически. Дома очень быстро строят. На нас за год уже все выстроено полностью. Бывает чуть дольше, но это только из-за того, что, возможно, не хватило денег. Очень глубоко роется фундамент. Очень. Чтобы даже парковки отдельные получались. Знаете, как мне хочется жить, чтобы у меня был, например, дворик свой. Но в чем проблема? Конечно, не везде, но есть такие случаи у моих знакомых, когда с верхних этажей не очень хорошие соседи сбрасывают пакеты с мусором вниз. И ругайся, не ругайся, вот такие вот бывают случаи. Знаете, когда... Вообще, Ярдания и так вот вверх-вниз, вверх-вниз, все улицы вверх-вниз. Поэтому здесь в основном у всех летняя резина, а зимние даже многие не слышали. И зимой, если выпадает снег, а он выпадает, бывает, в Ярдании, то все сидят дома, потому что машина просто не может либо выехать из подземной парковки, либо просто подняться вот даже на бугор или съехать нормально. Поэтому здесь, когда смех, это апокалипсис. Смотрите, здесь кустики, всякие вот арабские фразы. Ну, как арабские, господи, ну, арабскими буковками, видите. Это с Корана, наверное, скорее всего. Я просто не умею читать еще. Вот. И это бывает так вот, выбивает на кустах. Здесь когда-то росло красивое растение, его уже, видно, убрали. Жалко, конечно. Смотрите, кого мы встретили. Собачка. Холю, пупички. Пупачка. Собака, боже мой. Ах, натискалась, да? Какая собака, холесенькая. Киськи, собаки. Вот это моя тема. В Иордании вы не увидите бездомных собак. Только редко вообще не увидите, мне кажется. А вот кушечек здесь очень много. Ой, ой, аккуратно. Машина здесь. Еще практически на каждой улице вы можете увидеть такой мини-супермаркет. Он называется Дукана. Там все самое первое необходимое. Даже можно пополнить счет, чтобы не ездить далеко в супермаркете. Смотрите, какое красиво. Где-то есть такой мини-сад у кого-то. Только заборчик, конечно, маленький. В Аровской стране здесь будет все глазеть, если ты захочешь так семью посидеть. Обычно все заборы высокими загораживаются. А этот звук, это не мороженое продают. Это газ так возят. И эти баллоны. Вообще здесь гулять одно блаженство. Мне очень нравится. Никто не ездит, не свистит, не кричит с машины. Протуары более-менее. Красиво. Красиво, красиво. Еще многие. Здесь охрана у многих домов. Более-менее чувствуешь себя в безопасности. Там какого-то елочка и роза. Очень красивые розы. Вообще ноябрь месяц, середина ноября. На самом деле очень тепло. Вроде бы обещается, в следующей неделе будет холодно. Но цветочки об этом не знают. И такие запахи стоят. Классно я проходила только что мимо одного куста. В льсте похоже на сирень. И запах даже похож. Но это что-то другое. Ну вот, чем не жизнь на солнышке. Нажится. И он еще один. Кися. Нюш-нюсь. Ты заметила нас? Нет. Извините. Очень темно. Вот уже некоторые детки со школы сейчас идут. И будут в парке гулять. Вообще в Ярдане пытаются дома строить не похожие друг на друга. То есть вы на ногах так, что практически одинаковых вы не найдете. И вот вилла тоже. Вилла, соответственно, дороже. Вообще, недвижимость Ярдане очень дорогая. Такая вилла может не лёжа стоить. Вот. Мы вышли на финишную прямую. И мы идем в парк. Будь здоров. Смотрите, нас собачка там обгавкивает. Аф-аф. Аф-аф, господи. А, она на кошку. Это не на нас. Сори. На, Нинечка, смотри. Вот так. Вот так. Вот так. Ох, какая машина. Кто любит людей? Я вообще его купить не могу. Не знаю людей, которые купить его просто. Как я не знаю. Вот мы добрались до парка. Там никого практически нет. Это хорошо. Не будет очереди. Вообще, часто смотрю сейчас осень. Тут девочки, которые живут в Европе, в Польше, в Германии. Боже, у них такая красота. Улицы. Я вот такую... Вот такие вот улицы я просто обожаю. Я хочу жить за зелёной какой-то такой улицы. Я хочу маленькие дома. Это моё. Вот такое вот. Кстати, у меня родственники в Германии живут. Многое. Многое часть, хочу сказать. По папиной линии на Урале. Чуть-чуть в России. Совсем чуть-чуть в России. И все остальные в Германии. Кто меня смотрит из Германии, приятно. И из России тоже, из Белгорода. Привет, привет. Скажи привет. Ага, сейчас. Мне нравится вот этот дом. Он такой интересный. Не знаю, как из фильма с какого-то. Ей-богу. Очень красивый. Вообще, в Ярдании можно очень часто увидеть такие стеклянные входы. Ну, как коридорчики. Входы. Центральный вход, как правильно. Вело. Очень часто. Привет, ребята. Смотрите, что мой муж купил недавно. Это сейчас конец ноября. У нас продается до сих пор клубничка. Она была, конечно, так доверху с горкой наполнена. Вот. Мега супер сладкая. Честно. Как бы так, чтобы видно было. Летом она не была настолько сладкая, как эта клубника. Мы вчера, просто я вечером на нас съела. Очень много мне штушить ночью. Муж сделал коктейль молочный с клубникой и бананом. Ну, вообще. Может, вареников делать? Не может, давай варенье делай. У кого что? Сегодня будем суши делать. Я вам немного покажу. Ну что ж, так как я буду делать суши, я не профессионал. Я также смотрела видео на YouTube. Я просто покажу, как делаю это я. Ничего сложного нет. Сейчас буду рис отваривать. Немножечко кусочек небольшой я нори положу. Уксус будет ложечка соли. Нет, хабачок. Ложка соли и ложечка сахара. И все это я подогрею, пока не растворится сахар. И потом уже в готовый рис нужно это все вылить и перемешать. Уксуса немного, возможно, 2 столовые ложечки, 3. Ну, на 2, скорее всего. Рис я варю вот в таком алюминиевом. Не знаю, у нас он давно и варится в нем рис очень быстро. Сколько воды я наливаю? Ну, где-то, не знаю, я сюда на глаз, но, возможно, от риса где-то на 2 пальца выше. Ну, где-то примерно так. Я только гречку варю, ну, как бы по крошкам мерю, а все остальное на глаз. Ну, все, рис готов. Я уже вылила туда уксус, перемешала, он будет остывать. Там мне тевтельки тушатся, галочки на водичке. Сейчас срезала крабовые палочки. Мы покупали. Да, Аня, первый раз купили вот эти вот ужасные. Они распадаются. Прям, ну, не знаю, ужас. Ну, что ж, нашли мой авокадо. Самое спило вообще суперское. Но нету Филадельфии. Вот, ну, уж куплю вот эти два. Не знаю, как получится. А в Иордане нигде, ни в одном супермаркете. Не знаю, что случилось с Альмом. Кунжут. В принципе, все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok